Всем добрый день! Мы сегодня продолжаем наш курс анализ данных 11-м семинаром. Семинар посвящен исследованию и работе, манипуляции с совместными выборками. Когда у вас есть совместные наблюдения одной случайной величины x и y, и второй там y. Эти совместные наблюдения могут быть связаны парными, так называемыми, тогда когда x и y зависимы. Например, это данные одного и того же человека до и после некоторых манипуляций. А могут быть независимыми. Это, допустим, у вас есть две компании, вы рассматриваете цену этих компаний, имея в виду акции или еще что-то, в одни и те же времена, в один и тот же день. Вроде бы совместность есть, но зависим или независима, тут неизвестно. А это накладывает, в свою очередь, и применение разных методов. Вообще, все, что мы сегодня будем говорить, вы уже знаете. И можно было бы вообще поставить просто вам задачу на семинар и сказать, что вот сделайте вот это и посмотрим на результат. Но практика показывает, что вот те разрозненные знания, которые вы знаете, их нужно еще собрать в каком-то одном ключе. И поэтому все-таки мы рассмотрим с некоторыми моими комментариями сегодняшний семинар. Но я сразу вас призываю, вот сегодня хотя бы проявить некоторую свою взрослость. И если я попрошу выключить компьютер, ну не выключить компьютер, а выключить видео, то, пожалуйста, это сделайте. Потому что вот этот балл, который вы сегодня зарабатываете, он не является причиной, он должен явиться следствием, а не причиной. То есть все-таки надо заставить себя сегодня немножко подумать, чуть-чуть подумать. Иначе, если вы увидите, как я это решаю сходу, у вас не выработается вот этого очень важного, очень важной вот компетенции, что вы сами должны догадываться, потому что формат данных, о которых мы будем говорить, их огромное количество. Я не могу себе перебрать в рамках нашего курса. Я покажу, например, одного, это будет экзаменационный пример. Но предложу вам все-таки сначала попытаться самим реализовать некоторые манипуляции с данными, чтобы просто проверить, насколько вы готовы в жизни к вообще произвольному формату. Ну давайте считаем, скачаем файлик с нашего сайта под номером, значит, семинар номер 11. Нам понадобится еще потом от теста 11. Ну можете и сразу скачать, можете и по отдельному. Всегда остановите видео и скачайте. Я это уже скачал. Эта кнопочка будет доступна, после того, как я это видео запишу. Ну и нам, пожалуй, ничего не нужно. Итак, вы скачали этот файлик, экселевский файл, обработка совместных выборок. И первое, с чего мы начинаем, это мы обсуждаем, как обрабатывать совместные выборки в экселе. Но у вас спросят, а что там можно обрабатывать? Ну дело в том, что вам эти совместные выборки могут быть даны натурально, то есть просто вам сообщили эти данные, и вы их набираете в экселе. Это все понятно тут. Нет никаких вопросов. Но в большинстве случаев вы эти данные будете получать от третьих лиц. Это означает, что как минимум их кто-то уже заранее набил, и мог вам представить и в вордовском формате, и в pdf формате, и вообще просто там высветить в окне браузера, в html формате и так далее. Ну и нужно грамотно переводить те данные в экселе для того, чтобы с ними работать. Я покажу, вернее мы сегодня с вами обсудим эксель, а что делать в эре. Значит в эре тоже это можно сделать, это сложнее, и поэтому к этому прибегают только когда у вас идет постоянный однотипный набор каких-то данных, и вы с ними работаете. Тогда, конечно, есть смысл отказаться от экселя и уже все автоматизирует в эре. Но это рассуждение другого уровня. На житейском уровне, на уровне вашей профессиональной деятельности, экселя выше крыши, достаточно. Ну вот смотрите, как выглядит сама задача. Я воспользуюсь цифрой 1, хотя она написана под самостоятельно, но вы такой же вариант сделаете и по цифре 2, и там дома по цифре 3. Так что материала достаточно. Ну вот, давайте посмотрим. Ряд совместных наблюдений. Здесь указано, что эти совместные наблюдения независимых нормальных определенных случайных величин x, y, описывающих некоторые финансовые показатели двух фирм, задан двумерной выборкой. Нас сейчас не интересует, в общем, пока что, мы занимаемся только манипуляцией с данными, нас интересует, а как выглядят эти данные. Данные выглядят вот таким вот массивом. И посмотрите, фигурная скобочка открывает этот массив, и фигурная скобочка закрывает этот массив, это понятно. Внутри стоят точки этого массива, и вот они представлены как, посмотрите, круглая скобка, уже круглая скобка, открывается, закрывается и ставится точка запятой. Внутри стоит запятая, которая разделяет значение x и значение y. Итак, первая пара, значение x 167,9, и ей соответствующее, или этому значению соответствующее значение y, минус 225,141. Также скобочка закрылась, точка запятой, сепаратор, пошла следующая пара значений. Как видите, эти выборки совместны. Вот наша задача ближайшая, это попробовать каким-то образом перенести данный ряд в Excel, разбить это, ну, давайте посмотрим, точно скопируйте данную выборку на лист 3. Эта задача изогнационная, будет тут ровно так же случиться все, выглядеть это будет не в Word, а в HTML, вы будете видеть это на экране. Значит, нужно скопировать данную на лист 3, преобразовать ее в столбце A и B, соответственно, для первой и второй фирмы. При этом связанные значения показателей должны располагаться в одной строке. Ну, давайте я первый шаг сделаю, а потом вы, наверное, попрошу вас выключить видео, остановить видео. Итак, я захватываю. И смотрите, мне в принципе не важно, захватил я фигурную скобку или не захватил, потому что я всегда могу ее там убить. Но я, помните, это движение замечательное. Иду вперед, потом назад, и снова вперед. Таким образом, у меня скобочка не захватилась. Я вижу, что я могу ее не захватить, поэтому и не буду захватывать. Ну и то же самое здесь. Вот аккуратно я фигурную скобку не захватил. Нет проблем, если вы их захватите. Потому что у меня есть подозрение, что в HTML не будет такая вот замечательная штука работать как в Word. Туда-сюда, и у вас скобочка не вошла. Так что скобочки вполне возможно и войдут. Итак, Ctrl-C. И на лист Excel я записываю Ctrl-V. Значит, вот такой вот массив элементов. Но он попадает у меня в первую ячейку. Посмотрите. Значит, вот у меня здесь пусто, пусто, пусто. Я вот сюда сейчас смотрю, вот на это место. Здесь B1, B2, A2 пусто. А вот A1 находится весь мой массив. Ну и вот теперь я вам предлагаю выключить видео, остановить видео. И добиться следующего. Добиться, чтобы у меня там на этом листе или на другом листе, неважно где, в столбце А стояло число 167,9, вот это. В столбце, то есть, допустим, первой строчке, во второй строчке стояло минус 225,541. В следующей строчке стояло 133. И напротив него стояло минус 227,6. Ну вот такое число. Понятно. То есть, все первые число в скобочках стояли бы в столбце А, а все вторые число в скобочках стояли бы в столбце Б, соответственно, столбцу А. Пожалуйста, остановите видео и попытайтесь это сделать. Это может занять, не знаю, от 5 до 10, до 15 минут. Жду вас здесь. Ну а давайте я покажу, как я бы это сделал. Я не сомневаюсь, что вы сделали это по-своему. Сравните способы, можете друг с другом пообщаться, потому что это, конечно, важно, как это все делать. Первое, что я хочу, я хочу разбить данную строку по столбцам, по скобкам. Как вот это еще получше сказать? Я хочу, чтобы первая скобка осталась в первом столбце, вторая скобка осталась во втором столбце, третья скобка осталась в третьем столбце и так далее. Но я обращаю внимание, что между скобками стоит точка запятой. О, это сепарат. Поэтому можно просто разделить их значение по столбцам. Такая функция в Excel есть. Она работает, если я выделяю весь столбец. Так, я выделил весь столбец. Хотя у меня только одна ячейка забита, но неважно. Я выделяю весь столбец. И на вкладке данные текст по столбцам. Ну, у меня здесь нет фиксированной ширины, у меня есть разделители, поэтому я переношу радиобатт на разделитель с разделителями далее знак табуляции нет у меня есть сепаратором является не знак табуляции смотрите здесь как бы два вида сепаратором запятая которая разделяет первое и второе значение внутри скобки и . запятой который разделяет скобки я пока хочу глобально разнести скобки поэтому мне нужно поставить точку запятой я еще вижу здесь висит пробел на пробел можно было бы но здесь нет excel не разрешает такие длинные точка запятой и пробелом его нужно обязательно только один поэтому в общем неправильно ставить галочку пробел вы всегда смотрите вниз вот сейчас посмотрите что получилось раскидались числа по столбцам скобки по столбцам скидали но если вы нажмете пробел желая как бы приклеить точку запятой пробел он будет читать что пробел там и там и будет еще разносить вот этот пробел видите между 172 и 4 и она его неправильно интерпретирует пробел и получается разрыв уже совсем нехороший и так здесь . запятой стоит хотя я понимаю что не не совсем все будет корректно из-за того что еще будет оставаться пробелчик ну бог далее нажимаю но все вместе общий формат пожалуйста да вы не можете ничего другого сделать потому что у вас not available стоит она стоит поэтому точно не считает эти числами тем более что там . вместо запятой так что другого формата вы и не можете использовать и так таинство произошло и у меня каждый стоп попал в этот каждый столбец соответствующий столбец дальше понятно что мне нужно это поставить вертикально чтобы скобочки стояли не горизонтально вертикально ну мы знаем как это делать значит надо выделить строку по правой клавиши нажать копировать нажать копировать и например вот на место а3 по правой клавиши я вставляю специальная ставка нас такой делаю ставить нет 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 у меня уже пропало окладывать еще как я начал вообще не так делаю нужно сказал так поехали копировать копируем правой клавиши вставкой вот здесь давайте не быстро еще я выделил по правой клавиши копировать дальше на ячейку указал что-то я уже не так делаю и на этой чеков старый переворот таксик добить свой компьютер буфером обмену мне некорректно работает давайте еще раз выделил первую строку правой клавиши выше копировать указал на нужную ячейку левой клавишей нажал правую клавишу и вставка с поворотом это самый быстрый способ но можно было контроле контроле там выбрать специальную ставку 23 что не помню можно было неважно в общем сделал я это надеюсь вы тоже сделали простите что это замешивался и мне очень играть теперь эта строчка не нужная и так теперь у меня есть столбце а пара чисел и мне нужен теперь их снова разнести по столбцам здесь сепаратом является , выделяю столбец а потому что его я хочу расплетовать что данные нет не данная глава данные тексту столбцам с разделителем но у меня был разделить . запомнил а сейчас не нужно уже , далее готова пока что это все равно не числа стоят эти точки наши нехорошие мы их заменим все получится так но вот здесь надо различать смотрите у нас скобочка есть круглая а здесь скобочка через пробел идет смотрите у нас тут много лишних пробелов поэтому я предлагаю выделить сразу два столбца и на вкладке главное найти и заменить заменить что я буду менять я буду менять пробел поставил пробел на пустоту вообще просто убьет мне все пробелы заменить все у меня подвинулся теперь все чистенько передачу убейте этот пробел прям до конца его убить и поставьте круглую скобочку и заменить ее тоже на пустоту все мы отправились от круглых скобочек дальше закрывающий эти круглых скобочек опять меняем на пустоту заменили вот здесь карта картинку ну и что еще нам осталось заменить и заменить точку на запятую точку на запятую тогда по идее все что число должно съехать вправо да и остались только н а остались только ну вот я добился своей цели у меня два ряда которые представлены были в формате сейчас в формате сейчас раскиданы по столбцам и я прошу сделать очистку данных но смотрите вот я хочу вот этого тена удалить здесь ведь нет но это даты надо удалить вместе вот с этим потому что эти выборки совместные то есть мне нужно каким-то образом удалить все строчки в которых есть хотя бы одна и на остановите видео это опять нужно именно ваше развитие остановите видео и попробуйте 5 10 15 минут по удалять такие вещи я через там 30 секунд сам это делаю покажу чтобы потом сверились как вы делаете как я если кто-то знает более быстрый способ ну может мне сообщить и потом это обсудить но я бы удалил следующим образом не прибегая никакому программированию я бы выделил первый полмет поставил на сортировку этого первого столбца по убыванию и дальше получил бы очень важный вопрос автоматически расширить выделенный диапазон или нет вполне возможно я отвечал уже на этот вопрос вам в каком-то видео и сейчас уже подведу итог если вы ответите да то есть автоматически расширить выйдем диапазон то вот эта буква и на при копе ну или там любая строчка при как при перемещении потянет за собой соответствующее значение в тб то есть элементы ряда а будут передвигаться вместе с соответствующими элементами ряда мне это и нужно мне нужно чтобы значение только там 167 и 9 вот первая ячейка 1 она была вместе со значением минус 225 541 поэтому я здесь выделяют до автоматически расширить выйдем диапазон если поставить и нет сортировать пределах указанного выделения то у вас здесь элементы переставятся а эти элементы остаются стать на месте и вы вот эту совместность потеряете совместности такой уже не будет и так сортировка автоматически выделить расширенный диапазон я не очень сложно сказать почему вот две вот эти вот картинки остаются две ячейки остаются наверху вполне возможно что название столбца остается может по формату что почему что-то 23 попадает непонятно я не хочу бороться с excel я вне достаточно и так но наверняка вот 167 наверняка это название столбца в принципе сортировку можно сделать ну давайте я сейчас не буду я я проигнорирую этот эффект потом может я вам расскажу и так я выделяю все строчки обратите внимание я выделил строчки с n a нажимаю правую клавишу мыши и удаляю удаляю прям все . то есть я не 9 нажимаю как обычно удаляю сами на а я удаляю все у меня уже столбец а не содержит это попробуем сделать это потом б тоже самое сортирует автоматически расширяю выделить потому чтобы буква а значение первой фирмы так что поливы здесь они уже возникают да я думаю там была проблема была с формата первого числа вообще итак выделяю здесь и окей удаляю ну вот теперь у меня получились данные связанные данные совместные но уже без на я могу дальше делать все чтобы дать я попробую назад вернуть control z я сейчас нажимаю control z нажимая нажимаю давайте еще control z как будто у меня сейчас все было не а там с этим мы разобрали теперь здесь посмотрите что можно было бы сделать если я не хочу этого эффекта во первых совсем первое число я попробую формат какой-нибудь 3 ячейки формат покрасить первые две там ничего не изменилось может я чего-то не вижу может там какой-нибудь пустой был символ неизвестный мне символ нет неизвест невидимый мне символ типа так что у меня теперь 167 покрашена и 130 покрашена формат этих ячейки ничем в принципе не отличается давайте попробую сделать то же самое насколько это работает так что это не сильно помогло но вот теперь можно сказать что сделать как обычно я это делаю сортировку настраиваем я автоматически выделяю диапазон и вот здесь галочка мои данные содержит заголовки на моих данных задержки я убираю галочку я убираю эту галочку и там нажимаю окей в общем здесь а то есть я должен выделить какой-то столбец да выделяю первый столбец он там будет сортировка настраиваем автоматический диапазон и галочку надо убрать столбец столбец а например по возрастанию окей и или по убыванию но мне теперь не важно потому что у меня настраиваемая сортировка уже убрала убрался там галочка на галочка на заголовок у меня она стоит попадает наверх уже никто не мешает я могу контроль сделать назад несколько раз на настройках по идее должна была остаться что у меня здесь произошло а я просто лишний лишний взял заменить на секунду я должен на секунду ставить видео и так я продолжаю замену нужно сделать замену . это я там лишь я просто хочу продемонстрировать вам что теперь заработала если хочу сортировать столбец сортировку по убыванию автоматически выделить диапазон то а у меня что там сохранилось я контрол дед и находишься здесь видите опять галочка возникает мои данные в заголовке убираем эту галочку выделяем первый столбец окей и вот после и вот после этого она придется второго раза начинает работать вот после этого если вы сделать сортировку убывание автоматически живым диапазон все будет работать нормально ну вот такая специфика у excel и не знаю может быть я не не прав не знаю но по крайней мере вот эти первые ячейки уходит когда excel перестает интерпетировать сначала как же головок столбца так то что мне нужно сделать мне нужно ну давайте я повторю попробуйте довести это до автоматизма чтобы вообще просто не думать когда вы очищаете такие данные значит удалить вместе со строчкой дальше поставить достаточно быстро сортировать пределы диапазона и вот так все мои данные приведены неважно как они выглядят хотите можете но вот эта первая часть семинара вы должны уметь манипулировать данными где бы они вам не были даны надо их уметь перестать нужный удобный формат вам в excel и следующая тема нашего семинара мы поговорим о данных совместных выборках с позиции того как их исследуют и если это связанные выборки то есть первая строчка это значение одной переменной и в этот же день посчитано или в этот же момент посчитано значение второй переменной то есть они связаны вот по времени если так можно выразиться и вы хотите посмотреть а есть ли зависимость от этого времени есть ли зависимость от вообще есть ли зависимость между одновременно померенными случайными величинами то есть возникает корреляционный анализ вы можете вытащить коэффициент корреляции пирсона давайте мы это сделаем горел поставить но можно вы можно выбрать какой 1 1 2 значит и вот получается ответ минус 0478 обратите внимание пожалуй на пикселей на вордовский файл нашего задания мы начинаем потихоньку отвечать на вопрос введите выборочный коэффициент корреляции пирсона между величинами x и y ну вот было написано минус 0 014 вот три знака вопроса ну соответственно мы на эти три знака вопрос уже ответили потому что у нас в excel и начнут 3 знак будет возникать если вы будете чипа открывать но 14 было 7 8 мы уточнили это значение но у нас была тема которая была связана тем что какова значимость данного корреляции то есть ну и что что он получился вот такой а на самом деле это может быть нулю настоящий концентрации равен поэтому вы не можете вообще никаких выводов делать просто гаденьки цинкорреляции и вам нужно смотреть на его значение пример проверяйте гипотезу о его значимости смотрите как это делать здесь нет специальной функции встроенный в excel и хотя я думаю что это время появится потому что совершенно бессмысленное понятие в инфляции без его значимости ну давайте я на доску доски просто напомню значит пвелью пвелью для значит пвелью значимости коэффициенты корреляции коэффициенты корреляции у нас было т наблюдаемое если помните было равно ролл разделить на корень единицы на срок квадрат и корень из n минус 2 это ропа щит на неправильность тот самый рог который только что мы посчитали минус на 14 и вот эта величина она расплена по н минус двумя степнями свободы вот это степени свободы ну а н это и выборки и тогда пвелью будет выглядеть следующим образом но в силу того что симметричная то ты наблюдаемая может попасть сюда либо ты наблюдаемого я если возьму до ночной вот здесь площадь который закрашивается пополам площадь который закрашивает пополам ну и фактически вот это вот альфа давайте я штрих поставлю это не уровень значимости на котором рассуждается потому что это критически это наблюдаемо а это минимальный уровень значить который вы можете еще хоть затвернуть поэтому это пвелью это альфа штрих и есть пвелью так что на самом деле это пвелью пополам ну и все оттуда возникает замечательная фраза что вероятность того что случайно лично окажется левее чем ты наблюдаемая но я смотрю направо думаю что ты наблюдаемая попала вот направо но она же может быть и слева стоять поэтому поставки здесь модуль тогда вы всегда будете смотреть как бы в эту точку как бы в эту точку но и тогда вероятность того что ты скажешь меньше либо равно чем ты наблюдаемая оттуда находится пвелью я мог бы вам и сразу эту формулу написать мне хочется вы просто ее всегда могли спокойно вывести так пвелью здесь будет равно 2 умножить на единица минус вероятность того что x меньше либо равен модуль т наблюдаемого но вы спросите а как же считать эту штуку на это же ведь и есть по определению функции распределения тф от из это функция функция распределения в какой точке в точке т наблюдаемая а для какого распределения для распределения вот для для то есть фактически фактически пвелью фактически пвелью равно 2 умножить на единицу и вот и вот раз это никакая не хватит потому что вы наблюдаемой знаете стиль тратка которая спрашивает какая там какой там . ты наблюдаемой свободы вот фактически все что здесь требовалось да и я вот эту штуку сейчас победно сохраню и заброшу в церковь то есть теперь вот если кто-то захочет из вас когда-нибудь на практике посчитать значимость коэффициента корреляции пвелью то вот пожалуйста то пожалуйста границу сделано и так равно так а ну ты наблюдаемая это есть ну да секундочку одну еще кое-что обведем здесь мы обведем эту формулу хочу чтобы попала еще крышечка вот так вот так и тогда можно до скопировать итак ты наблюдаемые здесь оказывается равно что урока и рок-клюшка это вот и как раз это функция роз крышкой умножить на скобочка открылась значит а n где кто n это счет я не буду прямо там сразу по ячейкам ценности счет просто счет чисел да вот в этом ряду кубочка закрылась насти счета я должен вычесть 2 и все это галочка и все это галочка 0,5 так и все это теперь делится на корень единицы минус 40 квадрат ну опять можно было под общий корень сделать ладно раз уж и так завелся значит 0,5 и внутри стоит единиц минус 40 квадрат точнее единица минус вот это число ро взятое квадрате окей значит вот такое т наблюдаемое и тогда пвл оказывается равен пвл оказывается равен ну вот потому что написано 2 умножить на скобочку открыли единиц минус ст меткий знак student trust вот он вот здесь два вопроса дает какой у вас икс ну икс это мой т наблюдаемый степень свободы степень свободы все-таки надо было мне ее вычислить второй раз спрашивают давай счет только счет через ее до счет кубочка открылась вот так вот так минус 2 и интегральное да интегральное не он почти еще раскопку закрыть допустим только когда получается что больше единицы означает что я забыл поставить модуль ну конечно написать его написал формуле а даже формуле не писал значит соответственно здесь надо поставить абс мы это помочь отправим я хочу чтобы это осталось у вас как руководство к профессиональной деятельности вот так модуль что получается 8 7 и так далее ну а соответственно давайте отправим эту формулу здесь написано ты модуль наблюдаемая а модуль здесь стоит а вот здесь почему-то модуль пропал уже в этом выражении и здесь я просто модуль ну просто потому что он когда улетает налево вам приходится брать другую плантин и не уровень единственно так пополам а именно а пополам чтобы этого не было он шифт с всегда забываю ее здесь писать хорошо что отрицательный меня немножко ошибку под строковом так что вместо вот этого выражения будет выражение вот это и она уже уже хорошее так выглядит так выглядит бы велью значимости коэффициент операции давайте просто обсудим что она означает давайте это перенесу дальше на что будет ругаться а нет вот ты наблюдаемая посчитанная и вот сам коэффициент корреляции ну вот 0 87 о чем говорит павели говорит о том что вы гипотезу если вы гипотезу отвергаете h0 пользу h1 то это вероятность ваша ошибка значит не пользу 0 я здесь значит что он незначим а когда вы отвергаете и выбрать он значим то есть связь между толпцами есть ну и данном случае вы говорите ошибаетесь при этом вероятность 087 конечно нет и поэтому такой пицин корреляции незначим пицин корреляции 0 0 14 незначим вот вывод значит можно было написать незначим вообще давайте я еще нарисую такую очень картинку полезную ее надо себе представлять здесь я думаю что она вам понравится представьте себе что у меня есть для павели ось от нуля до единицы и вот здесь где-то стоит павели в данном случае у меня павели равно обстоятельства 8 чем-то вот если павели тяготеет к нулю то это означает что вы и вы принимаете и пользу h1 то есть у вас h0 отверглась пользу h1 вот это место h1 если ваш павели тяготеет к единице то это означает что гипотеза что же стояла против h1 то есть вы ее как бы не отвергаете h1 потому что вы изначально верили ваш мой то есть можно было сказать что h0 устояла устояла а здесь h1 наоборот победила победила можно было бы так сказать а уровень значимости он где-то вот здесь находится тут уровень значимости если до уровня значимости павели находится в этом месте то это картинка связана с тем что h0 устояла а если ваш павели оказывается меньше уровня значимости это означает что вот так почему не симметрично но потому что у вас h0 и h1 сами по себе не симметричные они неравноправные h0 это как правило равно это как правило равно а h1 как правило не равно больше или меньше то есть одна простая киполеза другая сложная но разница и не только в этом а в том что вы ваш ноль верите изначально вы считаете что она верна и все ваши рассуждения связаны настоят на том что h0 верна вы не можете рассуждать на пустом месте должны на что-то верить изначально так что h1 пытается опровергнуть ну вот такая картинка значит если но это обычно уровень значимости 0 0 5 а мы сейчас едим 0 8 0 8 конечно близко к нашу кошмар в каком-то смысле в этой картинке это верно всегда для всех 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 не только для значимости коэффициента корреляции но и но и для других тоже так ну надеюсь картинка понятно так что если мы ищем связь между и кто вы видите связи нет потому что слишком большой павелью и отрицать о том что здесь значит нам надо было в вордовском файле написать видите значение там пв ну вот мы павелью будет получили 0 8 7 0 8 7 4 следующая задачка связано с с исследованием у данных выбора которые мы разделили совместных выбор исследования средних значений на эти введите значение пвл в проверку гипотеза у равенства средних значений показатель фирм при альтернативной гипотеза том что третье значение больше у первой фирмы без каких-либо предложения разница диспенсии то есть мы сейчас хотим проверить гипотезу о том что у них средние равны против того что значение у первого показателя больше чем у второго если если нарисовать на нашей доске то это будет следующим вариантом это значит уже спокойно решаете вопросов нет у меня гипотеза h0 что m1 равно m2 а гипотеза h1 что m1 больше чем m2 и там нормально распределенные признаки и ничего не знаю про диспенсии так что это самый обыкновенный т-тест сам обыкновенный т-тест т-тест и он вызывается он вызывается функции либо т-тест либо студент т-тест вот собственно все и вы получите p-value ну зависимости от того сколько у вас хвостов и так далее параметры вызове этих тестов здесь такие хвост 1 почему 1 а потому что у нас гипотеза больше можно улететь только направо это страшно улететь налево то не страшно хвост 1 и значит ничего не известно про истинные сигма квадраты поэтому там цифра трешка цифра 1 цифра 3 вот собственно и все что я хотел здесь выделить вам и можно вернуться в excel и вот в это место в этом ставить такое краткое руководство к действию как видите формула здесь писать не нужно они записаны и если вспомните и лекцию и соответствующий семинар то эти формулы все равно посчитать будет невозможно потому что распределение студенты считается здесь пока что в цели не корректно а зашитая формула уже корректно и так попробуем написать здесь т-тест т-тест вот он и поставить только обязательно вопрос первый массив ну понятно вот такой второй массив ну понятно вот такой хвост и мы уже выяснили что для гипотезы больше просто 1 и тип нужно записано с неравным отклонением неправильно написано не с неравным вас неизвестного и цифра 300 окей значит получается вот такое число 793 минус 197 ну и в вордовском файле 792 е минус то вот здесь не точно 2 или 3 то просто я удалял не округлял так что здесь корректно так и есть 793 но минус 197 вот эти числа надо поставить да когда я удалял правильный ответ я не округлил так что наш это верно но мы сейчас то еще еще в этом еще убедимся это повели он тоже самое значит это что за число такое это ноль целых ноль ноль потому что е минус 197 это умножить на 10 минус 197 степени то есть это 0 целых значит 196 нулей и на 197 месте стоит 7 ну то есть это это практически ноль но если это практически ноль то вы тяготеете куда вы тяготеете кашаде то есть конечно третье значение второго ряда больше чем третье значение первого ряда больше хотя вроде как не видно здесь это ну потому что порядочный по возрастанию а а не б но я свое время говорил как проверить результаты и здесь надо понимать что вызов в данные в анализе данных вызов двухвыборочного ттс различными дисперсиями он чреват потому что вы точно не попадаете на значение повели но вы можете проверить и все остальное это значение первой переменной это а вот такое значение второй переменной вот такое метки первых строке у меня нет значит выходной интервал пусть будет в ряда что для цвета увидел а что я да например например вот сюда накид значит что меня здесь и интересует вот я сказал что у них разные значения какие сами значения но понятно что первым большим того то есть это очевидно здесь так я проверил что нет глупости какой если я там не туда нажал наблюдение по 117 я то что их одинаковое количество и здесь по велю насколько но хотя бы просто близко или не близко а здесь 193 1 1 односторонняя дату или вот 2 и минус то что я говорю это двоечка ну или там 0,5 на 197 если приводить это разница почти почти в десять раз разница то есть повели неверно считается здесь совсем и здесь неверно считается а вот и если бы вы почитали это новое совпадало бы точно потому что ты не зависит от квантики наблюдаемо независимо и не зависит от и наблюдая то есть проверить можно было на уровне т но я не думаю что вы будете часто форму упоминать ее писать ну просто по порядку величины я говорю что это разница не существенно для ответа ответ здесь до среди значения оа больше чем 3 значения у б и точно здесь какая вам все равно что здесь раз больше туристов меньше играется сама вероятность практически но вот имейте виду такой проверку быстрая проверка последним и хотя бы полку по порядку так и тогда что можно сделать значит тогда мы 793 мы написали мы написали свой ответ сюда и дальше вопрос смотрите на уровне значимости 0 0 5 можно ли утверждать что среди значения показателя больше у первой фирмы но у нас по это меньше чем 0 0 5 конечно меньше поэтому мы смело отвергаем гипотезу и говорим что мы можем утверждать что среди значения больше у первой фирмы нежне чем у второго введите значение единицы здесь надо будет на экзамене ввести значение единицы а если бы ваше повели получилось большим но насколько большим что хотя бы больше чем 0 0 5 или больше того уровня который здесь написано тогда увы так ошибаться нельзя и поэтому вам нельзя утверждать альтернативу то есть у вас знак равенства проходит вы быть в этом месте царь по ноль переведите значение павель управлять за равенство дисперсий показатель двух фирм ну пожалуйста мы это тоже смотрели подробно поэтому здесь все будет легко для дисперсии все то же самое только гипотеза h0 это то что сигма квадрат 1 равна сигма квадрат 2 ну если хотите вар 1 равен вар 2 можно было вот так это но альтернатива здесь а давайте посмотрим какая у нас там альтернативы стоит может любая введите появились равенстве дисперсий при альтернативе гипотезе об их неравенстве а а раз ни равенстве значит нас здесь альтернативный гипотез не равно сигма 1 в квадрате не равно сигма 2 в квадрате Ну и тогда здесь-то было бы несложно. Здесь одна S квадрат делится на другую S квадрат. Но зачем нам это нужно? Значит, мы вызываем здесь F-Test просто. F-Test. И, значит, он нам дает, там без всяких сложностей, просто два столбца выделяете и все, но он вам дает P-value, всегда P-value двустороннее. Двустороннее. То есть на не равно. А если бы у вас была не подназана больше, то вам бы пришлось это P-value разделить пополам. Потому что P-value двустороннее, там вероятность там и там. А если у вас вероятность только с одного кваса стоит, то вам не нужно просто половина этой P-value, просто не нужна. Поэтому для случаев больше или меньше, в этой функции нужно будет просто половинить то, что она дает. Половини. Ну а если вы будете вызывать двухвыборочный F-Test, то он наоборот будет давать вам одностороннюю F, одностороннюю P-value, и вам нужно будет нажать на 2. Но там это написано, поэтому вы уже не забудете это. То есть за этим следить не обязательно. Такая вот картинка. И мы в Excel-ке сюда поставим ее, поставим ее вот сюда. Но я там, кстати, написал. И у меня опять, опять я там какое-то движение интересное сделал, что у меня инверсия происходит. Наверное, я просто перехожу за центр масс, и он ее инверсирует. Вот только я здесь хочу написать, что вот эти числа неправильные, так, чтобы у вас не было соблазна им верить и их давать в ответ. А вот эти числа правильные, между прочим, тест-статистики. Вот это число правильное. Здесь можно ориентироваться на него. Но его долго считать. Ну и правильные все остальные числа. То есть можно посмотреть и сюда для проверки, если вы хотите, хотя бы примерно, представьте верх на ваш вывод или нет. Итак, для теста. Для теста можно выбирать F-Test. Здесь латинская F большая, ну и вот так вот, F-Test. Мне вообще-нибудь поражает этот перевод, потому что F-латинский, для того, что надо было здесь тест писать по-латински. Но, в общем, не люблю, когда в одной фразе и та, и латинца, и кириллица. Но, тем не менее, F-Test. Ну да, по-русски F-то писать как-то совсем уж как было бы круто. Итак, массив первый. Массив согласен, что это вынуждено мне необходимо. Равно. Значит, вот это вот двусторонний, двусторонний ПВЛ наш. Двусторонний. 0,18. Ну и опять вопрос, и что же мы можем сказать? Ну, 0,18 это близко к нулю, но не настолько. Потому что у нас там, по-моему, на уровне, значит, 0,05. Но это не превышает. То есть это будет больше, чем 0,05. Выбирайте, чтобы нам запретили ошибаться. Поэтому мы не можем отвергать бутылку за нулевую о равенстве. Ну, слушайте, вот здесь вот аж нулевая прошла, а здесь аж нулевая не прошла. Давайте я тогда все-таки верну и сделаю это хорошо. То есть тогда так. вот так. Тогда будет совсем корректно. Переставим сюда, выражение вот такое. Но здесь, в отличие от Т-теста, здесь, если вы вызовете F-тест двухвыборочный, то вы спокойно получите все то же самое. И здесь уже проверка настоящая, хорошая, классная. Так мы и сделаем. Значит, мы на этом месте, неважно где, данные. Вызовем анализ данных. Он, по-моему, сверху стоит. Двуубочный F-тест, где дисперсия, да. Первый ряд. Второй ряд. Наши данные сейчас не содержат места. Места поставить не надо. Выходной интервал. Давайте поставим куда-нибудь вот сюда, чтобы было видно. Окей. Значит, ну вот здесь, одностороннее, это 0,09. Значит, надо его умножить на 2. 2 умножить на одностороннее, чтобы вы получили 0,8179. И вот это вот 0,8179. Вот я их отмечу. Вот это и вот это для сравнения. Ну и вот видно, что дисперсия, да, дисперсия, смотрите, как интересно, дисперсия сильно отличается вроде бы 856 и 667. Оказывается, нет, не настолько сильно, чтобы можно было утверждать. А, подождите. Да, не настолько сильно, чтобы можно было утверждать. Вот сюда знать надо, да. Что они различны. Даже этот нас не убеждает в том, что различны. Могут быть различны. Вы не доказали тюрему, хоть зашной, но и не опровергли. Ну вот, наверное, все, что можно было бы сказать по семинару и по ингредиенту. И по ингредиенту. И по ингредиенту задачки, это третья задачка на экзамене. Значит, ну, только смотрите, какое число. 0 получилось 0,1817. Значит, соответственно, у нас здесь надо будет вписать 0,18, значит, там 17 и еще одно число какое-то, третье. Просто развейте 0 или вот здесь, 17, трешка встанет. Ну и давайте ответим на вопрос следующий. На уровне значимости 0,5 можно ли вытверждать, что теперь сказать, эфир различный. Если вы так будете утверждать, что они различны, как вы отвергаетесь о равенстве, то вы ошибаетесь. Если вы ошибаетесь, вы ли вы от 0,1817 меньше, больше, чем 0,5. Поэтому нельзя. Здесь ответ 0. Здесь правильно ответ. Вот так. Но я бы еще хотел сделать некоторые замечания. И мне кажется, что они вас порадуют. Когда вы кинули в Excel, когда вы кинули в Excel вот эти два столбца, то ответы на все три вопроса, на вопрос о значимости коэффициентации, коэффициентой корреляции, на вопрос о значимости различий средних, на вопрос о значимости... Вот был вопрос... Значимость средних и вот был вопрос о значимости различий в дисперсиях. На все эти вопросы можно мгновенно ответить с помощью ERROR. Пожалуйста, зайдите на сайт, можете остановить видео и скачать тест 11. Нажмите кнопочку. Я считаю, что вы ее нажали и уже отжали. И я этот файл уже скачал. Вот этот файл. Я собрал просто подборку полную по трем семинарам, по туму семинарам, чтобы вы там не искали это. Моя задача сейчас бросить данные. Вы можете бросить и в ССВ файл, а мы показываем, как их бросать. Но сейчас я брошу через буфер обмен. Я иду в свой Excel файлик, выделяю, аккуратно выделяю первый столбец. Я нажал Ctrl-Shift и стрелочку вниз. Выделил первый столбец, то есть он стал выделять А. Ctrl-C забросил его в буфер обмена. И в ERROR запускаю следующую строчку. Ну, понятно, Library Deployed. Я его включил. Options ниже 12. Покажи мне 12 знаков после запятой. Дальше. И вот эту строчку я отрабатываю. X. X – это прочитай таблицу, которая сидит в буфере обмена. H равно Fold. За этим я сейчас буду следить. Мои заголовки не имеют названий. Мои столбцы не имеют заголовков. Действительно, запятая в Excel пришел ко мне. Символ табуляции – это Excel кидает. И дальше запускается Glimx. X – Glimx X. И это потому, что вы запустили библиотеку Library Deployed. Она очень удобна. Показывает структуру объекта. Ну, вот мой объект. Мой X имеет название столбца V1. И первое число 78,2, 84,2. Смотрите сюда. 78,2, 84,2. Все в порядке. Прочитал. Название не ушло на переменную. Так что все в порядке. Теперь то же самое здесь. Выделяю только ставку, пожалуйста. Первую ячейку. В B1. Ctrl-6. Стрелка вниз. Ctrl-C. Бросите в буфер обмена. Также идем в R и отрабатываем уже вторую строчку. Ну, вернее, пятую строчку на Y. На Y отработали. В конце стоит Glimx Y. Смотрим. То же самое. Переменно называется V1. Минус 173, 37. Минус 173. Смотрим на начало. 376. 373, 376. 173, 376. Даже 0. Там видно 4 знаки после запятой в Excel. Он нам не показывает. Но если я разгляну, то я, видимо, получу. Ну, да, 0 там стоит, а вот здесь по 4 часа. Итак, я бросил в буфер обмена эти два столбца. Теперь смотрите, что можно мгновенно сделать. Просто мгновенно. Запускаем T-Test. Я обращаюсь к переменной X первому столбцу и к переменной Y первому столбцу. Если я запускаю T-Test, я получаю и значение средних, где оно написано, и значение средних 156, и минус 227, если помните, и мое значение P-Value. Мое значение P-Value 2.22 на 10 минус 16. Смотрим, где оно, мое P-Value было. 0,87. Я опять что-то не понял. А, это T-Test, простите. T-Test. T-Test. Это вот он. 7. А что там такой большой? Не точно дает. А можно я посмотрю тогда точно? Сейчас. Точное значение это $P.Value. P-Value. Да, вот точное значение вот такое. 1,58 на 10 минус 196, да? Сейчас. Что-то я... Не понял, почему так. Так, ну хорошо. Сейчас я потом кнопочку нажму. Я разберусь. Пока давайте дальше пора продвинемся. Значит, VAR-Test. VAR-Test. Запускаем 0,18,17,32. Здесь вопросов никаких не возникает. 0,18,17,32. Это то же самое значение. 0,18,17,32. Так, здесь тоже. И запускаем Core-Test. То есть коэффициент корреляции. Минус 0,47,8. Это наш коэффициент корреляции был. И наше P-Value 0,87,43,2. Значит, наше 0,87,43,2. И коэффициент корреляции вот такой. То есть все сработало. Единственное, что, значит, почему-то T-Test не точно мне дает ответ. Сейчас. А можно я сейчас здесь еще на всякий случай себя проверю? T-Test, я думаю, здесь я не ошибся. T-Test такой. Первая, запятая. Первая точка запятой. Вторая. Очень сложно, потому что проверка так, какова я не прошла. Ага, нечем было сравнивать. Ага, можно. А, ну все, я понял, почему не срабатывает. Все непонятно. У нас же альтернативы-то больше, а не равно. Хвоста здесь был один. И тип третий. Так что, значит, мы правильно сделали вывод. Единственное, смотрите, T-Test нам дал одностороннюю B-Value. Значит, соответственно, нам здесь нужно в A-Value вписать. Здесь выброчный тест аналог теста для двусторонней альтернативы. А для односторонней альтернативы вот так будет картинка. Можете даже не запоминать. Делить там на два и умножать на два. Надо поставить здесь просто запятую и поставить альтернатив. И альтернативы у нас здесь. Здесь можно еще раз выбрать альтернатив. Я просто продевал это. Когда вы нажимаете здесь альтернатив, он пишет вам в подсказке two-sided, greate или less. Но у меня greate стоит. Поэтому я его и напишу. В кавычках мне нужно написать слово greate. Вот так. И тогда вы получите тот самый наш P-Value. 7, 9, 2, 9, 5, минус 197. 7, 9, давайте я прямо раскрою. Чтобы было понятно. 7, 9, 25. Насколько тут знаков после запятой? 7, 9, 2, 9. Значит 9, 2, 95, 72. 2, 95, 72, 87. То есть точнейшее число возникает. Здесь он очень хорошо работает. Но посмотрите, насколько далеко это значение того, что объявляет грубящий ТТ с поличными дисперсиями в анализе данных. Это, конечно, очень грубо. И не вылезает ни в какие ворота. Так что смотрите. Вот если проследить за тем, какая альтернативная гипотеза, то все-таки в Эре это выглядит, конечно, на мой взгляд, много более предпочтительным. Ну, можно было, наверное, и разделить ПВЛ на 2, и получилось по этой альтернативной гипотезе. Но, значит, в смысле какой, если вы альтернативу можете регулировать. Вот такой семинар получился. Не вижу, сколько времени остается. Но я думаю, что достаточно, потому что уже запустить-то в Excel, в Эре запустить эти три функции, и правильно их проинтерпетировать вопросов нет. Давайте посмотрим на ворбанский файл. Значит, вам нужно сейчас сделать второе задание самостоятельно. То есть преобразовать все, как нужно, и ответить на эти вопросы. И сделать третье задание. Значит, третье задание – это ДЗ. Но, фактически, если вы его делаете, вы можете на семинаре и прислать. Только, пожалуйста, оформить его отдельным файлом, назвав его ДЗ. А или лучше знаете, что давайте не будем торопиться, чтобы просто мне было, чтобы я не перепутал, какое ДЗ к чему относится. В общем, вы можете сейчас на семинаре сделать и то, и другое, но прислать мне нужно только вот эта вот маленькая часть номер 2. Ну, вот здесь вам… Ну, вы будете видеть, насколько похоже или не похоже. И сейчас присылаем только цифру 2. Все, спасибо. Вот такой семинар получился. Это я, наверное, высвечу на сайте. Ну, а может быть, мы в этом тоже поработали. Да, пожалуй, я не буду этого встречать. Но подумаем, хорошо. И здесь я, наверное, тоже… Ну, наверное, нет, есть смысл сохранить. Да, это я уже решу после того, как с вами прощусь. Всего доброго. До следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok